Российские оккупанты продолжают развивать наступление после прорыва на Авдеевском направлении в районе населенного пункта Очеретина. Армия РФ, вероятно, захватила село Новобахмутовка на северо-западе от Авдеевки и к югу от Очеретина. Отдельные зэдблогеры сообщают, что также армия оккупантов продвинулась в селе Соловьево, но пока никаких подтверждений этому нет. Само Очеретина на данный момент армия РФ контролирует не полностью. По данным местных властей, в селе остается около 200 мирных жителей. По данным АСИНД проекта ДИП стоит населенный пункт захвачен лишь частично, другая его часть находится в серой зоне. В прорыве российских войск в районе Очеретина обвиняют командование бригады, которая там находилась. Якобы из-за некомпетентности руководства были допущены ошибки во время ротации, из-за чего территория была незащищенной. Но на данный момент конкретной информации и официальных заявлений по этой теме нет. Я надеюсь, что расследование действительно каже на тех, кто не дотримировался військовых статутов, кто не дотримировался правил ведения боя-бою, или, возможно, действительно с силой тих обстоятельств, что наклалися тогда, что у нас был по всей линии фронта и брак боеприпасов, и проблем с логистикой. Все-таки это мает дать следствие внимания к ситуации и к конкретным подразделям, которые отвечали на этот направление. Захват армии РФ Очеретина создает угрозу для города Покровск. Через него проходит дорога, которая ведет в город. А в 15 километрах от Очеретина – ракадная дорога, которая соединяет Большую Новоселовку и Константиновку. Также под угрозой охвата могут оказаться украинские силы, которые находятся южнее у села Бердичи. В то же время ВСУ на данный момент сдерживают прорыв россиян у Очеретина. По словам военных экспертов, армия РФ осуществляет натиск на всей линии фронта. И если где-то оборона ослабевает, направляет туда все силы для прорыва. Тиснуть на всех напрямках, на тактичных напрямках, для того, чтобы сделать прорыв в лавах об обновлении фронта, которую держат украинские силы для того, чтобы просунуть, створить плацдарм. И с тактичного уже перетворивать на оперативный, расширивать напрямки ударов по флангу. Отдельные эксперты сообщают, что от Соловьева до Карловского водохранилища в украинской обороне пустота, которую россияне могут достаточно быстро пройти, в случае, если не будут предприняты никакие меры. Таким образом, речь уже будет идти о потенциальных боях за Карловку. В то же время, если россиянам удастся пройти эту пустоту, то они упрутся в новые рубежи обороны в районе Карловского водохранилища и реки Волчья. А водные преграды форсировать не так просто. В целом, так выглядит, что сейчас тактика россиян, в основном, это просунуться максимально углы в территорию, насколько они это могут делать, до поставки оружия закрепляться, а тогда уже они будут принимать какие-то решения, для того, чтобы провести какие-то ротации, подготовку, переозброение, до набора людского ресурса. У россиян есть небольшое окно возможности двигаться вперед до того, как долгожданная военная помощь от США поступит в Украину. Именно недостаток боеприпасов – одна из причин, по которой россиянам удалось захватить Авдеевку и развить свое наступление на данном направлении. Об этом заявлял официально Киев, признают это и в Белом доме. Так, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что проволочки с выделением помощи ВСУ привели к потере части территории Донецкой области. В новый пакет американской помощи входят артиллерийские снаряды разного калибра, дальнобойные ракеты, в том числе атакам с дальностью 300 километров, БМП, противотанковые средства, ракеты для противовоздушной обороны. Все это может позитивно повлиять на ситуацию на линии фронта. Давать какие-то прогнозы справа невдячна, но характер військово-техничної допомоги, который уже проанонсировано из боку наших стратегических партнеров, дасть возможность снизить темпы прошивания российских окупационных войск и, соответственно, створить передумов для успешного характера операций о нанесении ударов по тиловой инфраструктуре окупационных войск, как на окупованных территориях Украины, так и, соответственно, на территории окупованного Украины. Военная помощь должна прибыть в Украину в кратчайшие сроки. Аналитики Американского института изучения войны считают, что Россия в ближайшие недели изменит цели для ракетных ударов. Новой целью может стать, в первую очередь, транспортная инфраструктура, так оккупанты хотят нарушить логистику, чтобы замедлить или сделать невозможными поставки военной помощи на фронт. В первую очередь, это, скорее всего, залезница. И, соответственно, все, что связано с деятельностью Украины, это логистические базы и, соответственно, самая инфраструктура, которая обеспечивает перемещение соответствующих вантажей. Но, я больше не уверен, украинской стороны есть соответствующие против действий, в отработке несколько маршрутов, на соответствующие поставки военно-технической помощи с боку наших стратегических партнеров. Кроме того, сейчас в Евросоюзе формируется так называемая коалиция ПВО. Ряд европейских государств готовы передать Украине средства противовоздушной обороны для того, чтобы можно было эффективно защищать критически важные объекты от российских ракет и беспилотников. Редактор субтитров А.Семкин